Ребятушки, привет, с вами Розе. Всех интересует, я вытащил фил карту и не показал это действо вам. Сейчас идет смена классов мага, которую я использовал, потратил 5000 алмазов. При помощи алхимки я нафармил эти 5000 алмазов. Для каждого алхимика это не очень сложно, если бы хотя бы в день 4-3 часа уделять алхимочки, реально можно фармить где-то 1000-2000 в день. Алмазиков, ну это так, ты ничего не напрягаешь, палец конечно накачиваешь, но то такое. И короче, вот я использовал эту смену класса, все кто не знает, вы можете сменить класса мага. Сейчас идет смена класса, и то бишь 50 монеток, 5000 алмазов. У меня была фиолетовая карта лучника, я ее поменял на мага. У меня получаются теперь 2 карты, это Инорин и Салина. Очень круто для меня вообще этот топчик, можно быть иногда саппортом. Очень круто, когда еще изучен навык крест. О чем я хотел поговорить сейчас, это шанс всех магов заполучить ADN скиллы подешевле. То бишь, вы можете купить любой скилл, к примеру, вот боевая книга за 9000 продавали, это возмездие ADN скилл на танка. Вы можете купить его за 10000, плюс купить 8 монеток, это получится у вас 10800. И поменять возмездие, вот к примеру, только смена класса мага, то вы можете с любого класса купить книгу. Даже мы возьмем ADN1, да? Вот священный свет, ну что-то загнули сильно. Вот, последнее средство это ADN1, и можно купить его и получить себе ADN1, то бишь, на мага, если вы маг, бурю 3, за 4800. Очень вкусненько, вы можете сэкономить, так как у нас сейчас бурю продают вот за 7000, но это дорого. Вы можете взять любой скилл, даже к примеру, кристалл Инея, это Орент скилл. Короче, в описаниях под видео будет группа на дискорд. Вот мы зашли в группу дискорд, видим общий, интересная информация, и тут куча разной интересной инфы. Тут по свечениям алхимики. Как создать альта на другом сервере, чтобы фармить часы. Тут всякая информация по кристаллам души, когда вы будете пробуждать там отдельные ветки. То же самое я делал тут по посохам. Какой круче посох. В итоге тут видно, какой круче посох. Это мне подписончик скидал, это я не знаю кто делал. Тоже добавил как бы точности по локациям и все такое. Так вот, есть вот переход в страничку, на которой есть очень куча, много инфы по Lineage 2 Mobile. И там есть такой разделчик, снизу будет в браузере обмен скиллов. И там вы можете посмотреть, какой скилл на какой можно поменять. И то бишь, если вы маг, у вас есть шанс заполучить бурю третью или шквальный удар подешевле. Вы просто можете с любого класса, к примеру возмездие, 9000 вот продавали. Не знал, что смена класса будет 2 недели, не менял бы карту. Я бы лучше купил бы возмездие, поменял бы на шквальный удар. Шквальный удар бы, думаю, профита бы также принес бы. И фил карта хорошо. И шквальный удар, я не знаю как разделить вообще скилл и карту. Карта объединяет себе PvP и PvE скиллы, плюс пробуду на хаос, типа урон увеличивает. Дебаф с гравитацией снимает, но гравитацию я наверное никогда в жизни не возьму, потому что я фри игрок. Игра пройдена, когда фри игрок заполучает фил карту, он проходит игру. Я играю без доната и как-то там бустился от твиночков, там полгода не играл, то еще что-то. Твинов отдал, тоже там пару месяцев был без твинов, потом начал опять качать твинов, потом мне подписончик подкинул офигенного твина. И я решил остаться, так бы вы меня бы не видели. То бишь у тебя есть шанс сейчас сменить класс. Даже сменить класс, если ты в другой профессии, сменить на мага. К примеру, ты орб, ты можешь сменить на мага. По коллекциям нет разницы, что орб маг, вот смелика переходить на мага, это надо коллекции на мага докупать. То такое, или лучника, данника. И у магов есть шанс получить скиллы или даже сменить карту, если вам выпала фил карта не на ваш класс. Ну, за энную сумму алмазиков вы можете это сделать. Так, на этом все. Вот фил карта. Не скажу пока сколько профита, но если сравнивать остров Нистовства и там обычная карта, там Таркая и фил карту, 2 миллиона аденной разницы фармить это получается. И как бы после апа магов, плюс фил карта, я теперь стою спокойненько третий этаж слоновой кости. На кладбище вообще тоже там, ну вообще шикарненько, там выношу очень вкусный спотик, ну там все друг друга на голове стоят. Короче, очень вкусненький стал чар, кручение алхимки, я себе сделал соски 8 и 1, потому что часто попадаются кристаллы. Так, это все по чару, там я знаю, там ребятушки следят за развитием дядюшки Розе и что у меня тут новенького, все что есть. Ну, а гатенчика я давно достал. Так, давайте перейдем к самим ивентам. Поменялись кластера Зигхарта Эрика, Барс Леона на Острове Древних. Снова добавили арбузную ферму, которая будет появляться в 12.30 и 20.30. Там появляются арбузы, которые нужно разбивать. Ну, они сделали спелый арбуз, мне показалось, что лут привязан, если, ну, с него падает сиящая антикварная вещь. Нас было очень много на этом ивенте и я не могу сказать, может они обратно вернули этот ивент. Как бы сделали какой он был год назад, я не знаю, просто нас очень было много на этом ивенте. Я вроде бы ничего не подбирал и нафармил с антикварной вещью 500 тысяч адены, как бы. Белый арбуз, вот на него надо охотиться. С него падает сиящая антикварная вещь, благословенные свитки модификации. Очень вкусненько. Ну и другие там фрагменты, фрагменты рецептов. Ну, один раз видел, чтобы фрагмент выпал. С персонажей с 30 уровня и 70 и выше. В 12.30 открывается тут иконка, вы входите туда. Иконка появляется за 10 минут до начала. Также и в 20.30 аналогично. Там появляются арбузы. Финальный босс арбуз. Такой ивент для новичков. В катакомбах отступников дают, неважно вы проиграли, победили или ничья. Сундучок, в котором будет кристалл души, реликвия энергии, большое зелье исцеления. За поход к атакомбе отступников. Так, писемка, энергия НХСАД. Сундук приключений Адена, 3 штуки. В нем будут кристаллы души, можно поиметь, очень вкусненько. Давайте начнем с донат бонуса. Очень расстраивает этот донат бонус. 1500 алмазов. Ну, финальная награда, героический агатион, очень вкусно. Ну, кристаллы души, 3000 очков пробуждения. Случайный от редки до героический агатион. Ну, вот это мне не очень понравилось, то что знаки поручения. Если были по ордену, я бы сказал, что очень вкусная награда. А так, без орденов, со знаками поручения. Ну, для новичка всегда все хорошо. Как бы, и знаки поручения. Купить книги наследника. Ну, ежедневный бонус, 11 раз карты от улучшенной до легендарной. Вот такая награда на 7 дней. Ежедневно будут вам давать вот такую награду и по дням награды финальная награда героический агатион. Также добавляют, как всегда, вот 6 раз от обычной до героической карты агатиона. Финальная награда 100 очков пробуждения. Сундучки и всякой фигней. Магические фрагменты новое измерение. Ну, зелье развития, что вкусно очень. Вот это хорошо, с часиками. Очень вкусненько. Ну, четвертый день часики. Ну, ежедневный бонус у нас получается. Камень духа, камень жизни. Ну, такой для новичка. Ежедневный бонус новичка. Также сезонный пропуск тоже. Море виталки. Если вы проходите весь пропуск, получаете 12 сундучков на выбор свитки. Ну, рекомендую брать книгами умений. Потому что фармить листочки. И там может вероятностью синяя-зеленая книга попасться. Очень круто. Ну, и так по мелочи. Опять такие же сундучки. Ну, с которого достается зелье развития 10%. И там разные плюшки. Ну, так понемножку. Тоже пропуск для новичка больше. Что он новичку даст. Ну, опыт. Который он не сможет потратить. Если ему не помогут. Очень много опыта. Не, ну, смотря как человек будет донить. И также награды за прохождение. Вот 1000 орденов. Победить боссов группового подземелья. И охота на монстров. Остров пробуждения. Переходим в донат-магазин. Также продолжается смена сервера. Кто не поменял сервер. Вы можете перелететь на любой кластер. Любой сервер. Начиная с 45 уровня. И у нас паки. Паки с коробками. В этот раз крафт легендарных книг наследника. Героических книг наследника. Как всегда, нужно 2 пака купить. Там даже можно карту скрафтить за 2000 знаков. Попробовать, то есть, скрафтить. Карту легендарную. Ягодиона. Улучшенный легендарный. Улучшенный героический по 4. Ордена славы. Знаки поручения. Кристалл. Улучшенный кристалл. Высшего качества на выбор пособия. Реликвия энергии. Кристаллы души льва. От улучшенный до легендарный. Обычные кристаллы души. И кошачья банда. Если мы покупаем все 4 пака, нам дополнительно еще дают карты. Ну, аналогично с агатионами тоже. 4 пака. Дополнительно карты на агатионах. Ну, и в самих паках все так же, кроме карт на агатионах. Так, если я что-то пропустил, ты всегда можешь написать в комментариях. Я это добавлю. Ребят, всегда чекайте комментарии. Пишите свои комментарии. Я там добавляю. Закрепляю сверху, что я пропустил. Возможно, потому что я обычно пытаюсь быстро выпустить видео. Если я что-то пропускаю, я дописываю именно в комментариях, там, как в прошлый раз, там, я дописал смену класса и трансфер. Потому что трансфер, как всегда, в час дня. Он что-то открывается. Они, ну, не понимаю я этого. Ну, это, наверное, по ихнему, там, поясу. Как-то у них, там, 6 утра получается. Я не знаю. Но это не важно. Так, на этом ивенты, обновления, все. Пиши комментарии, задавай вопросы. Подписывайся, ставь лайк. С тобой твой друг, Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok